Партнеры Показу. Эзотеричная школа Кайлас. Та тибетская формула. Каждый раз, когда человек думает о том, как привлечь в его жизнь деньги, он идет легким путем. Каждый раз, когда он думает о том, как же он может заработать, он забывает о том, что человек должен быть специалистом в какой-то области. Когда я вижу большое количество людей, которые говорят, мне нечем платить, я не знаю, как заработать и так далее, я обычно говорю им обыкновенные слова. А что же вы умеете делать? В целом, если человек ничего не умеет делать, тогда ему и не за что платить. Каждый раз, когда человек говорит, я плиточник, но у меня сейчас нет хорошей работы, потому что в стране кризис, я обычно рассказываю историю. Когда-то мне сделали в ванной красивую плитку, и мой ребенок отбил одну плиточку. Я позвонил тому человеку, кто эту плиточку положил, и говорю, вы бы могли мне это отремонтировать? Он говорит, мог бы, но я могу это сделать только через год, так как у меня большое количество работы. В этот же вечер я ехал на такси, и в такси мне таксист сказал, а я вообще плиточник, но я сейчас не работаю, потому что у меня совершенно нет заказов. Тогда вопрос, что же отличает одного этого человека от другого человека, который вез меня в такси? Этих людей отличает между собой возможность стать специалистом в той области, которую этот человек выбрал. Одно из самых удивительных условий, которое заставляет нас быть в теме материального благополучия, это возможность бесконечного творческого роста и бесконечной возможности образовательных программ, которые позволяют нас становиться специалистами, лучшими специалистами в разных областях. Таким образом, если у человека есть маленький киоск, то этот человек должен знать, каким образом ставить правильно бутылочки. Этот человек должен знать, каким образом привлекать людей, которые должны подойти. Он должен знать, что такое дебит-кредит, он должен понимать, что такое финансирование. Именно поэтому я говорю о своем секрете, который звучит так. Всегда будь лучшим специалистом в той области, в которой ты работаешь. А если ты не специалист ни в какой области, то сейчас очень несложно получить определенную спецификацию. Огромное количество семинаров и тренингов, которые даются в интернете, могут тебе в этом помочь. Именно поэтому сейчас огромное количество людей, требующихся в интернете, могут быть тобой. Потому что ты можешь стать специалистом в области продвижения, в интернете, сэо-оптимизатором, ну так далее, логистом. И это образование ты можешь получить на специальных курсах, причем очень недорого и очень быстро. Будучи специалистом в своей области, ты столкнешься с тем, что будучи конкурентно способным, ты всегда будешь иметь и хорошую зарплату, и большие возможности. Какие существуют секреты привлечения в нашу жизнь материального благополучия, об этом мы поговорим в следующих передачах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Многие вот таким образом и работают, серьезно. Деньги плюс деньги плюс деньги, равняется счастье. Но тогда скажите мне, вы же видели маленькие фотографии, а также видели, наверное, продается бог Хатей, такой, который имеет улыбку и держит на руках детей всякие чаши. Также вы, наверное, видели ритуальных котят, которые продаются в виде фарфоровых таких, да, вазочек. Видели, да? Котенок, который улыбается, стоит вот так вот с лапкой. Вопрос, зачем? Почему такое изображение может принести человеку прибыль или деньги? Вопрос, почему? Никогда не задумывались? Потому что настоящая формула денег, она выглядит приблизительно вот так. Она выглядит так. Удовольствие плюс радость равняется деньги. Вы сейчас скажете, Дуйко, что ты гонишь? Что за фигню ты пишешь всякую, да? Удовольствие плюс радость равняется деньги. Как это сделать, ребята? Вы, наверное, сейчас живете, рядом с вами находятся ваши близкие люди. Помните, я когда-то на своей ступени говорил, в тот момент, когда человек начинает жить красиво, то красота начинается с того, что появляется красивая вилочка, красивая тарелочка, немного еды, но она вкусная, да, небольшое количество там помещений, в котором живется, но зато эти помещения красивые, везде убрано, везде чисто. Почему? Потому что удовольствие плюс радость равняется деньги. Рядом с вами находятся люди, которые вас очень сильно беспокоят, дразнят, нервничаете с ними и так далее. Ребята, у вас будут здесь деньги? Не будет почему. Удовольствие плюс радость равняется деньги. И как же сделать эту привязку? Я вам сейчас объясню. Каждый раз, когда вы будете дома испытывать состояние радости и счастья, которое у вас происходит, когда вы кушаете, когда вы видите близкого человека, который вам нравится, скажите, и это принесет мне завтра деньги. Когда я ему это отдаю, то у меня доход увеличивается. Когда вы покупаете что-то в магазине, то обычно старайтесь отдать немножко больше. И вот, что будет происходить. В обыкновенной жизни вы, допустим, получаете одну тысячу долларов. С тем человеком, которому вы рассчитываетесь, он живет в таком социальном уровне, где он получает максимально 300 долларов. Но если вы ему дадите немножко больше в своем социальном уровне, то тогда в его социальном уровне на те деньги, которые он получил, это будет процентным отношением, которое можно высчитать. Вот смотрите, у меня доход 1000 долларов. А у него доход 100 долларов. Если я ему дам дополнительно 20 долларов, то это будет дополнительным доходом к его деньгам, допустим, 5% или 7%. И после этого, когда я ему это отдаю, то у меня доход увеличивается на 5%. То есть у меня 5% на 1000 долларов, это будет дополнительная сумма чуть-чуть больше, чем его 5%, который вы ему отдали. Вы ему отдали 5%, но эти 5% вернутся к вам в виде вашего увеличенного дохода, увеличенного количества денег. Если я зарабатываю миллион в месяц, и я помог таксисту, дал ему на 20 рублей больше, то тогда к этому миллиону прибавится вот тот процент, на который вырос доход вот у этого бедного и несчастного человека. Поняли? Вот таким образом это устроено. Поэтому можно давать немножко больше. Почему? Когда вы даете немножко больше, то вы и получаете немножко больше. Но это больше нужно отдавать только в том случае, если человек для вас что-то сделал. Я прошу не путать по поводу эксплуатации. Почему? Потому что нужно, чтобы существовало правило эксплуатации. Партнеры Показу. Эзотеричная школа Кайлас та тибетская формула. Вот представьте, большой стол праздничный. За этим праздничным столом нам говорят, покушай вот это блюдо. И мы говорим, нет-нет, мы не хотим. Ну покушай это блюдо. Нет-нет, мы не хотим. Ну покушай это блюдо. Нет-нет, мы не хотим. Ну покушай это блюдо. Нет-нет, мы не хотим. Потом ждем, когда нам будут предлагать вновь. И нам не предлагают. Почему? Потому что правила хорошего тона говорят о том, что больше 4-5 раз не предлагают. Именно поэтому присутствуют признаки такие, при котором, если женщине предлагают что-то, и она не соглашается, то в дальнейшем она может оказаться на протяжении всей жизни сама. Так в случае, если у человека есть предложения, связанные с финансами и работой, он должен обязательно на это идти, потому что если много раз предлагают, то после этого предложений может и не быть. Почему? Теперь вы это понимаете. Вернемся к словам «скоро у меня это будет». Каждый раз, когда вы испытываете состояние страдания, и у вас появляются внутренние депрессивные состояния, они всегда обусловлены тем, что в вашей жизни появляются тупики. Так вы сталкиваетесь с тупиками, потому что у вас есть кредитные деньги, о которых я дальше буду говорить. А также у вас есть проблемы, которые приводят вас к тому, что утром с больной головой вы просыпаетесь и говорите «Ой, как же я отправлю ребенка, все стало платным, нужно платить за коммунальные платежи, как же я это все отдам, как же выплачивать кредиты, меня скоро выгонят с квартиры и так далее, и так далее, и так далее». Это все вызывает состояние тупиков, и в дальнейшем это вызывает внутренние состояния депрессивных состояний, при которых судорожно мы ищем выходы решений. Так в голове появляются судорожные мысли, как же оплатить квартиру, каким образом сделать ребенку образование, как купить машину, как отдать кредиты и так далее. Это вызывает у нас тупиковые состояния. И мы судорожно бьемся, не понимая, как же из этого всего выйти. А выход из этого есть. Мы можем себя мотивировать словами, которые могут заставить нас что-то в нашей жизни делать. Ну, допустим, передо мной стоит красивая женщина, я говорю, «Ой, почему она не со мной? Как же мне к ней подойти? Что же я могу с ней сделать?» и так далее. Что же меня в этих словах может мотивировать? Разве слова «почему? Почему? Почему?» могут заставить меня что-то сделать? Почему это яблоко рядом со мной лежит? Почему это яблоко такое красивое? Почему оно вкусно пахнет? Вот как же мне его взять? Что нужно сказать? Скоро это яблоко будет моим, и после этого я должен взять это яблоко. Точно так же и в нашей жизни. Когда мы просыпаемся утром и говорим, «Ой, как же мне отдать кредит?» Мы должны сказать себе, «Скоро у меня будет денег столько, что я выплачу все свои кредиты. Скоро у меня будет денег столько, что я смогу дать ребенку образование. Скоро у меня будет большое количество денег, и я смогу купить себе персональную квартиру. Скоро у меня будет любимый мужчина. Скоро я буду замужем. Скоро что-то решится. Даже если жена толстая, можно сказать, скоро она похудеет для того, чтобы жить в комфорте и счастье». Таким образом, вы можете быть теми людьми, кто может повлиять на свою жизнь. Не зря Лао Цзи в своих книгах Дао Цзин говорил, что внутренняя гармония, внешняя гармония человека начинается с обретения его внутренней гармонии. Таких секретов очень много. Мы об этих секретах или рассмотрим эти секреты более подробно в наших дальнейших передачах. А также большое количество тайн, которые связаны с деньгами, это то, что я буду вам давать дальше. Это очень интересно, и я уверен, это то, что изменит вашу жизнь навсегда. И вы больше не будете обвинять тех людей, которые рядом с вами находятся, и вашу жизнь в том, что у вас появляются в жизни неудачи и отсутствует материальное благополучие. Секреты денег. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! Андрей Андреевый сынок! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Дубровскому! От старта до всемирной известности! За это время вы объединили сотни тысяч благодарных учеников! И мы, как операторы, ежедневно принимаем эти благодарности для вас! И в прямом смысле слова, и в прямом смысле слова, мы видим чудеса! Я желаю вам и школе Кайлас роста, процветания. Вам, Андрей Андреевич, новых идей и все больше и больше благодарных ученикам. Хочу поздравить всех, в первую очередь всю команду с юбилеем, с этим великим для нас на сегодняшний день праздником. Я считаю, что команда Кайлас на сегодняшний день достигнула очень больших высот, которые достигают немногие именитые и даже известные компании. Андрей Андреевич, искренне поздравляю вас с юбилеем школы Кайлас. Школа объединила сотни тысяч людей, которые вам безмерно благодарны. Вы даете не просто знания, вы многим открываете сердца навстречу новой жизни, вы даете лучик надежды. И это не просто слова. Я от всей души еще раз поздравляю вас и крепко обнимаю. Всего самого-самого наилучшего. Уважаемый Андрей Андреевич, от всей души хочу поздравить вас с десятилетием нашей любимой школы Кайлас. Поздравляю вас, вашу семью и всех нас, ваших учеников и сотрудников. Хочу сказать вам огромное спасибо за все те знания, которые вы нам даете. Хочу сказать спасибо за то, что мы имеем счастье наблюдать, как меняются жизни в лучшую сторону наших учеников. С днем рождения, школа! Ура! Андрей Андреевич, от имени всех ваших сотрудников российского представительства, я поздравляю вас с десятилетним юбилеем вашей фирмы. Желаю вам здоровья, счастья, радости на еще на долгие годы и новых идей и дальнейшего процветания в нашей фирме. Нашей школе желаем процветания, больших достижений, возможности расти и двигаться в новых интересных направлениях. Ура! В школе мы узнали суть, как по жизни не тонуть. На пути борьбы со злом много мы прошли препон. Стала школа нашей спицей, от которой нам не спится. Колесо фортуны крутим, по долгару дышим грудью. Бады дружно принимаем, молодость свою продляем. И с клиентами болтаем, жарим соль по четвергам. В Черногории дышим дружно, чтобы не было нам скучно. Повод есть, чтоб удивляться, улыбаться, восхищаться. Скоро будет мир наш краша, эзотерикой раскрашен. Наша школа все крепчей. Во главе у нас Андрей Андреевич. Ура! Нету лучше в мире нас. Тогда здравствует Кайлас. Ура! С юбилеем! Ура! С юбилеем! С днем рождения школы Кайлас. Я хочу пожелать нашей школе процветания, успехов, расширения и роста. День мне благодарность хочу дарить Андрея Андреевича Бухо за труд, за помощь людям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Сегодня вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе, когда ваш опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже многое, а будущее наполнено новыми планами. Так пусть все задуманное осуществится самым наилучшим образом. Ваш высокий профессиональный уровень, целеустремленность и огромное трудолюбие, замечательные деловые и человеческие качества всегда были направлены на достижение высоких результатов. Пусть всегда рядом с вами будут надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придают вам сил для новых свершений и успехов во всех направлениях вашей жизни. Уважаемый Андрей Андреевич, искренне хочу поздравить тебя с этим невероятным знаменательным праздником. Хочу, чтобы у тебя бы на все холочет. Крепкое здоровье, богатство лучей крыши, ну и процветание. Ну а привет, помощь! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Я хочу быть артисткой. Нет, я хочу быть танцевашкой. Или артисткой, или танцевашкой, да? Ага. Ладно, я буду танцевашкой. И что, баба, ты уже доволен? Нет, хочу быть соренной. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Папа, я тебя поздравляю! Папа, я тебя люблю! Папа, я тебя поздравляю! Папа, я тебя поздравляю! Папа, я тебя люблю! Папа, я тебя поздравляю! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Если особенность Девушки отдыхают 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 Можно платье Девушки отдыхают 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 Именно поэтому Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают На двух вопросах Девушки отдыхают 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 Я должен Девушки отдыхают 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 Я готов ответят Девушки отдыхают Девушки отдыхают После этого старайтесь Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают